Всех приветствую! В сегодняшнем видео мы будем обозревать новую игру от The Works и будем предполагать, что там может быть в будущем. Ну что же, давайте начнем! Начнем мы, пожалуй, с того, что игра в альфа-либо бета-версии. Она разрабатывается до сих пор с 2020 года. Да, не удивляйтесь, это реально так, если смотреть на трейлер данной игры. И если смотреть стримы Шона, то мы видим, что можно собирать новые шапки и можно выбирать разные режимы для нашей игры. Также можно поиграть с другими игроками. Видно даже, что мы можем поиграть на русском сервере, что довольно круто. Также тут, скорее всего, будет режим сандбокс, где, скорее всего, можно все что угодно делать. Также будут режимы из нашей любимой третьей части. И сразу видно, что он начинает шевелиться и стараться над проектом после недавних действий с серверами Сленди Кузиков 3. В песочнице мы, как всегда, можем поиграть за монстровым. Возможно, мы даже сможем их скоро заспавнить. Хотя мы их уже и вроде можем заспавнить. Сразу видно, что он начинает шевелиться и, наконец, дорабатывает свое творение. Вообще зря мы думали, что игра будет слишком фиговой. Ведь мы лишь видим пробную версию игры. И это бывает, если мы видим какие-то недоделанные версии игры. То сразу можно подумать, что игра это полнейшая офигень. Но после того, когда разработчик начинает действовать, то мы, наконец, понимаем все и меняем наше мнение. Что ж, вы видите все сами и делайте свои выводы. А теперь перейдем к догадкам. Давайте логически подумаем, что будет с игрой, если Шон продолжит заниматься ею. Скорее всего, игра получится отличной и вполне хорошим проектом. Добавят, возможно, оружие и больше возможностей в сандбоксе. Будут, наверное, всякие ивенты с разработчиками. И мы сможем прикольно провести время. Впрочем, мы реально неправильно думали о проектах. Хотя это лишь пробная версия и о ней не стоит забывать. Но надеемся на лучшее. Давайте предполагать дальше. Скорее всего, нам объяснять полностью сюжет всей франшизы будут. Либо же нам будут давать всякие отсылки на сюжет, всякие зацепки для составления сюжета и так далее. Ну и, конечно же, будут добавлять новых монстров или телепузиков для развития игры. И также добавят новые крутые карты. Кстати, можно надеяться, что добавят кастомные скины, чтобы как в прошлых разах можно было загружать скины по ссылкам картинок. И да, хоть игра мультяшного стиля, но присутствуют и детали для хоррор-игры. Что ж, мы что-то уже поговорили о догадках. Давайте перейдем к итогу. Из всего сказанного, я лишь могу пожелать Шону удачи в разработке игры. И этого чудесного проекта. Уже сразу видно, что наш разработчик начал шевелиться и идти дальше. Если смотреть, что будет после пробной версии, то можно представить, что игра будет более-менее крутой. И если ее будут продолжать развиваясь, то она обогнет третью часть. Но нам лишь надо надеяться на лучшее. Ладно, друзья. В этом видео мы немного обозревали, что это за игра, и сказали свои догадки. Я желаю вам удачи и до новых встреч. Рельсы, шпалы, кирпичи, в тебя летит строй, я врачи на помощь.